На что я обратил внимание, что очень много объявлений связано с просьбой поддержать деятельность какую-то, да, сделайте пожертвования, просят авторы этих объявлений. И вот никто еще из подателей объявлений не просил, сделайте эту работу за нас, придите и сделайте за нас, да. Это меня натолкнуло на следующие мысли. Люди хотят быть полезными обществу. Люди хотят заниматься любимым делом и приносить пользу. Но происходит нечто другое. А происходит следующее. Людей делают бесполезными для общества, особенно людей думающих. И заставляют заниматься нелюбимой работой. Вот почему, да, мыслящих людей, думающих делают бесполезными, да. И это, например, выражается вот в любимой фразе такой. Рынок все отрегулирует. То есть, по сути, людям говорят, что вы бесполезны. Главное, это рынок, и он все отрегулирует. Не ваши интересы, а интересы рынка. Потом второе. О чем это свидетельствует фраза? О том, что мы пускаем все на самотек. Мы расписываемся в собственном бессилии управлять процессами. Любыми. Экономическими, политическими, социальными. Кто-то это сделает за нас. Понимаете, рынок отрегулирует. И вот здесь новая мифология, да, экономическая. Но она не такая уж и новая. Новая мифология. Экономическая мифология. И что, культ? Культ новый, да. Опять же, не новый, но культ денег. Еще известно, там, культ золотого тельца. Чем это оборачивается? Разрушением общества. Депрессиями. Несчастными людьми, которые становятся придатками экономической системы. Нелюбовью к себе. Дегуманизацией. Вот, что мы имеем. Вот, куда нас уже толкнули и где мы находимся. Поэтому, друзья мои, выход в чем? Какой выход? Выход в том, чтобы полюбить себя. Заниматься любимым делом, несмотря ни на что. И быть полезным обществу. Даже если общество этого не осознает, не понимает вашей пользы. То есть, даже если вы никому не нужны, вы нужны себе. Запомните это. И потенциально вы нужны обществу. Дело в том, что мы не, многие люди, да, не раскрывают свой потенциал. Они не знают, на что они способны. То же самое и общество. Оно не представляет, каким оно может быть. Конечно, в умах великих людей, философов, визионеров, такие модели социальные появляются, возникают и становятся аттракторами. Появляется такая сила притяжения, вот той цели, для многих непонятной, еще неосознаваемой, но в умах отдельных людей возникающей. Но вот это самое главное, да. Гнуть свою линию. Быть нужными самим себе. Вот с этого все начинается. Любовь к людям начинается с любви к себе. Нужность другим начинается с нужности самому себе. Полезность другим начинается с полезности самому себе. Поэтому надо думать о себе в первую очередь. И развивать свой интеллект. Именно благодаря неразвитости интеллекта у нас нет социума, а есть вот эти силы. И вера в эти невидимые силы, которые не осознаются. По сути, это вот сейчас упование на экономику, на деньги. Это действуют те же самые механизмы первобытного мышления. Это и есть первобытное мышление. Хотя мы люди первобытные. Мы обезьяны. С этим можно сделать что-то. И благодаря тому, что у нас есть сознание, но очень легко, очень трудно на самом деле выйти на высокий уровень сознания, осознанности, да, но очень легко опуститься опять до первобытного уровня, до уровня обезьян. И вот мы находимся, многие, на уровне обезьян. Отсюда все эти наши проблемы. Вот. Так что давайте об этом задумаемся и будем больше полагаться на самих себя. Вот, кстати говоря, многие, вот я тут слышал еще такое мнение, что вот кому-то не дают слова, и если бы дали слово, то люди бы услышали и пошли бы за этим человеком. Он бы заразил или она там своими идеями, своим оригинальным мышлением, что это? Это тот же самый шаблон. Тот же самый паттерн. То же самое проявление выученной беспомощности. Только тогда, когда вы начнете мысли независимо, самостоятельно, не слушая других, а прислушиваясь к себе, критически относясь к тому, что говорят другие, развивая собственное мышление, собственный интеллект. Вот тогда изменится жизнь. А пока мы ищем за кем бы пойти, лидера, вожака, царя, президента, власть, мы будем ведомыми. Поймите, это уже пассивное отношение. Так что без активной жизненной позиции, без неравнодушия, без самостоятельности, без независимости и критического отношения к тому, что происходит, ничего не изменится.